Лапероза подошел к окну, отодвинулся наездом и заглянул в будущее. Медленно прошелся по кабинету вокруг стола, снял черный сёртуб, повесил его на спинку, стоил за стол. Это вот другие персонажи, другой персонаж. Существует множество параллельных миров. Великое множество. Каждый человек отдельный мир, существующий параллельно твоему. Ведь чтобы понять его, другого человека, надо войти в его мир, обжиться там, почувствовать законы его существования. Я специально сказал почувствовать, потому что понять это со стороны. Конечно, нам часто кажется, что мы понимаем. Кажется. Только кажется. Если призадуматься и разобраться, то понимание наше, понимание воздуха, в котором висят слова и понятия, заразившие нас с самого детства, как и народные вирусы, прикинувшиеся необходимыми элементами нашего жизнеобеспечения. Параллельные. Надо почувствовать. И такое множество, что почувствовать их все почувствовать невозможно. И все они рядом. Параллельные меры людей. Параллельные меры животных. Деревья, ровни, облаков. Нельзя понять все сразу облака. Можно взять отдельное облако, познакомиться с ним, почувствовать его мир. А меня? А как мне быть понятным? Нет. Не на том уровне, висящем в пустоте слова, понятия, как мне понятно рассказать о том, о чем я хочу рассказать, и не показаться сумасшедшим. Может выйти из замка и попробовать поделиться с тем деревом, с которым мы давно знакомы. Нет. Нет, нет. Я понял. То, что я хочу рассказать, я расскажу конкретно тебе. Да? Тебе. Потому что я уже имею о тебе представление. Но не скажу, что я знаю хорошо, но представление о тебе все же не есть. Понимаешь? Вспомни ситуацию, когда ты рассказываешь кому-то что-то. Просто рассказываешь что-то, и все равно получается, ведь диалог есть. То есть взаимообмен в рассказе обязателен. Взаимопонимание рассказывающего и слушателя тебя. Ведь если я буду говорить и не обращать внимания на то, как и то, что ты воспринимаешь, я повисну в пустоте, захлебнусь в вакууме одиночности, безвоздушностью своего рассказа безадресного. Кстати, посмотри, со всеми говорителями лозунгов это и происходит. А если? Если ты дошел до этой строчки, то что-то между нами уже есть. Наши параллельные миры соприкоснулись. Опишу я такое длинное предисловие перед коротким рассказом про лесной народец, потому что это мне важно. Я же не всеобщий мне охота разобраться в механизме взаимообмена, который происходит в беседе. Мне хочется рассказать про лесной народец. Они благодатно живут в лесу, любопытно перемещаясь по его меняющимся лагеринтам. Но, если повезет, то можно увидеть и их действо. Да-да, именно действо. Наверное, это можно было бы назвать ритуалом. Но я много раз наблюдал это действо. Каждый раз оно разное, такое же, как и нот разное. А может, это можно назвать игрой? Ты видел футбол? Эта игра всегда останется в своих правилах, но каждая игра разная. Только футбол? Тут ни при чем это ты забудь. Это действие, исполняемое лесным народцем. Странно. Настолько человек вдруг собирался в... Ну, в этот куст. Пожалуй, конфигурацию их совместного застывания правильнее обозначить как куст. Несколько человек собираются в этот куст. Кто-то забирается на что-то, что они выбирают спонтанно. На пень, на камень, на ответ скалы. Другие прилипляются к ним в полный рост. И остальные притуливаются, присев. Кто-то ложится на землю. Они собираются в таком положении, и устремив свои взгляды, в свои, в одном направлении, куда-то за горизонт, застывают на несколько минут. Ну, или на много минут. А потом рассыпаются. Как-то одновременно. Разно. Не постепенно, а все вник. А потом, каждый раз, в разном ритме, или медленно переходя на другое место, или быстро перебегая, или устраивая между собой в перемешку какое-то хаотичное броуновское движение, собираются на новом месте, в подобии куста, и опять застывают, устремляя свои взгляды за горизонт. Они просто смотрят, внимательно всматриваются за горизонт. Но от полного отсутствия движения и мимики тебя наполняет ощущение их тоски беспредельной, тоски о далеком, о потерянном когда-то. Мне как-то рассказывали, что какой-то хозяин оставил свою собаку, и та ждала ее. Рассказывали, что два года ждала. Вот то, какое ощущение возникает от действия лесного народца, очень напоминает тоску ожидания. Ожидание, что сейчас оттуда, из-за горизонта, идет кто-то, по кому они тоскают, и кого они так ждут. Вот такие странные действия можно наблюдать у лесного народца время от времени. Кто-то участвует в этом действии, каждый раз разное количество, а остальные располагаются вокруг и смотрят на это. Причем остальные так тоже переходят время от времени, чтобы удобнее было рассмотреть момент застывания или присоединяются к действию, или выходят из него задумчивые и просветленные. Лапероза встала со стола, надел черный сюртук и по коридору, по лестнице вниз вышел из замка и пошагал через лес к той поляне, где сейчас недумевал над своим пропаданием из знакомого мира Евграфовича. Да? Надо было сказать Евграфовичу, что никакого биттенбиндера и нету, что Евграфович не беспокоился, чтобы не волновался. Пройдя лес, оказавшись на краю начавшегося простора поляны, Лапероза увидел на другом краю Евграфовича и направился к нему. Евграфович тоже заметил Лаперозу и подумал, что интерес новой встречи украсит его существование. Пошел к Лаперозе навстречу. Лапероза медленно шел, наблюдая, как Евграфович торопится в его сторону. Вот Евграфович через траву, срезав изгиб тропы, споткнулся в ближайшее там, старинное бревно, похоже на крокодила. Упал. Я очутился в городе и пошел в город.